Экзамены – волнительный момент в жизни каждого человека. Нужно вспомнить всё, что выучил за весь период обучения. Залог успеха – уверенность в себе и в своих знаниях. Большую роль здесь играет поддержка родителей и педагогов. Она придаст ему силы при итоговой аттестации, и ребёнок будет знать, что что бы у него ни случилось, какой бы он результат ни получил, его родители будут всегда его любить таким, каким он есть. Порядок проведения экзамена постоянно меняется. В этом году существенные изменения коснулись ЕГЭ по математике. Время выполнения осталось прежним – 240 минут. Но сами задания разделили по-новому. Их объединили в три основных модуля – алгебра, геометрия и реальная математика. Для каждого из них выдаётся отдельное задание, устанавливается время, даётся перерыв, чтобы в течение 15 минут дети могли выйти, отдохнуть и получить, и приступить к следующей работе. Долгожданная для школьников всегда была пора последних звонков и выпускных. Для каждого из этих праздников установлен единый день. Последний звонок у сурийские школьники услышат 25 мая, а получение аттестата отпразднуют 21 июня. Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок потом вспоминал торжественные события с улыбкой. Поэтому самое время подумать о безопасности детей в этот период. Мы просим подключиться родительскую общественность для обеспечения, потому что приходят выпускники прошлых лет, также на последние звонки. Должна быть доведена до сведения детей также информация об осторожности, о наблюдательности, о внимательности. Такие собрания традиционны. С каждым годом слушателей становится всё больше. Среди них не только родители школьников, но и учителя. Информация, конечно, полезная. Мы это уже неоднократно слушали и на родительских собраниях в школе, обсуждали в родительском комитете. Но здесь важно было послушать мнение специалистов, как бы всё это обобщили. Такие собрания нужны, потому что одно дело, когда эту информацию доносят до родителей учителя, а другое дело, когда специалисты, которые непосредственно готовят этот экзамен, организационную часть этого экзамена делают, и они знают последние тенденции, последние все новшества, которые введены буквально в последние дни перед экзаменами. Собравшихся родителей успокоили. Бояться нововведений не стоит. Все изменения направлены на то, чтобы лучше проверить умения учеников. На экзамены школьникам нужно взять с собой багаж накопленных знаний, паспорт и чёрную гелиевую ручку. Анна Клыга, Николай Фарафонов, Телемикс.